всем привет у нас гололед мы молимся когда закончится это зима когда будет весна вроде солнышко уже припекает по весеннему но ничего не тает очень скользко мы еще саней все эти дни проболели простыли вот наша оливка на прогулке оливка присмотритесь кому почти таксу коротколапая да привет привет ты такая красотка стала а был такой комочек непонятный трупик замерзающий да ты моя конфета и дети потискаю дети потискаю мама мама моя хулиганка мамина дочек мамина дочь было смотрите какая красотка присмотритесь неважно с другого города из другой страны можно всегда что-то придумать чтобы стать обладателем вот этого красивого чуда да вот тоже у нас девчонка подрастает тоже уже скоро нужно будет стерилизовать откликов почему-то на стерилизацию всегда мало мы продолжаем собирать на стерилизацию на вакцинацию нас в небольшом количестве но есть еще девчонки которые не стерилизованы и вот такая вот красотка в том числе да что-то засмущалась давай тебе родители искать давай красота присмотритесь ваша жизнь будет наполнена яркими событиями она разнообразит ваши будни я просто скажи ребенок нам нужно собрать еще раз повторюсь на стерилизацию на вакцинацию и также нам нужно продлять реабилитацию лавра и реки почему-то тоже как-то это все тяжело нам без вашей поддержки никак и как всегда обращаемся за вашей помощи потому что все что мы можем мы делаем своими силами но содержать такое количество прокормить и все прочее как бы без вашей помощи нам не справиться нашли друг другу мачо мачо влюбленный сардылька морковку нашла нет оливка 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 скажи скользко лапы разъезжаются что скажи такое оливка оливка оливки оливке только позовешь без житель 2 месяца оливья это здесь скажи просто столько Глаша строгая, а мачо прям всё, влюблён, влюблён. Ваба Глаша, Шура, Ева, Моя конфетка, девочка, ты такая моя, нежная девочка моя, нежная моя девочка. Ты моя дикарка. Оливка! Шура, что ты попознёшь? Тебе опять анальные жилы запорочить? У Шуры есть такая небольшая проблемка, что у неё периодически они забиваются с нечистями. Так интересно, её гладишь, потом перестаёшь гладить, она такая раз к тебе. Да, Ева, в руках, видишь? Ей так нравится. Да, скажи, у нас свои нежности, да? Идём, идём. Также повторюсь, присматривайтесь к любому из наших питомцев. Если кто-то здесь интересовал, мой номер есть в описании канала, в любой мессенджер пишите. Дадим подробную характеристику, описание, фото, видео, потому что пока сейчас с этим гололёдом мы ничего не успеваем. Я вообще злую. Всё, сейчас начнёт. Ева, давай, как ты носишься? Сейчас, правда, носиться плохо она, когда пытается носиться, она падает, скользко. Ева, Ева, где ты? Ева! Мы надеемся, что скоро станет тепло, всё растает, придёт долгожданная для нас весна. И у кого есть желание также приехать, пообщаться, помочь, всегда рады. Также, если есть желание передать нам обработку, корма, ветошь, кастрюли, также можете созвониться. Тазики. Тазики, да, эмалированные, металлические. Либо позвоните, мы встретимся, либо можете оставлять в магазине кошки-мышки на Гагарина. Девчонки нам всё передадут. Номер Гагарина скажи. Гагарина 29-2. Ну, я же знаю, я думаю, что все знают. Тут уже, знаешь, с нашей жизнью мозг немножко умирает. Вот, я скажу, бегу-бегу-бегу. Скользю, скользю, скользю. Надо всё убрать. Бегу, конечно, гуляющую. Юлька вам там складывает. Ну, собаки у нас... Мы сделаем всё возможное и невозможное, чтобы их хорошо кормить. Естественно, они хорошо кушают, а хорошо какают. То есть, как бы ты не убрался, ты приезжаешь, а там здрасте. Некоторые даже гудки поедают ещё, смотри, что делать. Беру прям, окно себе съел. Этот у нас дедуля с мерзким характером. Он ни с кем не выживается, поэтому... А когда ему скуш... Да, но он к людям хорошо, к собакам нет. А когда нам скучно, мы жрём будку. У нас кто-то жрёт стенки вольеров, кто-то жрёт будку. Смотри, чтобы не подошла, а то он может... Привет! Привет, дед! Дед! Ай, дед! Смотри, как Алиби растерялась! Господи, сколько! Иду, иду, моя хорошая, иду, моя деда. Также, ребят, нам нужно... Мы вдвоём ничего не успеваем. Нам нужно оплачивать работника еженедельно. Нужно заказывать трактор, но на это нет средств. Государству мы не нужны, они не нужны. В нашем городе также пытаются принять закон об эвтаназии, пока, слава богу, мы до этого не нашли. Пока в процессе... Да, поэтому... Законпроект уже готовится. Мы не станем исключением по эвтаназии, как с этим бороться и что делать. Алия! Писать уже кому-то просто нет сил, ты пишешь в никуда. И все, наверное, знаете, что бесполезно как-то вести борьбу. Поэтому нам нужно по максимуму их пристраивать. Они все красивые, хорошие. Но вы засиделись. Сейчас я приду у вас убираться. Ой, засранцы! Так, но мы пошли убираться, кормиться. К сожалению, в таких погодных условиях, когда идешь, у тебя ноги разъезжаются. Все это дается очень тяжело. Пока еще все замерзшее. И поэтому время особо снимать всегда хочется. Думаешь, вот так, вот так сделаешь. А пока... Тут пока дойдешь. Уже столько времени проходит. Ребят, не забывайте, что нам, еще раз повторюсь, нужна эта помощь. Да, я буду просить, потому что я прошу для них. И мы свою жизнь положили на их спасение. Но нам нужна помощь, потому что все очень дорого, все очень затратно. И без помощи неравнодушных людей не справиться. Ну, какая ты красотка! Господи, да? Помнишь этот комочек, который вообще замерзал? Понятно было, какая она выросла, так интересно. А теперь она какая страшная. А ты остальных малышей не видела? Ну, мне давно не присылали. Конечно, нас эта болячка унесла. Часть малышей, часть подростков. Это, конечно, больно. Поэтому еще раз повторюсь, что нам необходимо прививаться. Нас как-то проносило столько лет. Мы прививались только от бешенства и прививались малышей. Но эта зараза никого не щадит. Зима была ужасной. Очень тяжелой во всех отношениях. Интерес какой-то даже вакцинированных щенков частично пробивал. Она хочет бегать, но у нее лапа разъезжается. Матюра, я тоже тебя люблю. Матюра, она очень понравилась. А ей веревочка понравилась. Вы и так уже там узелок. Она беганка, да, она беганка. Курочка. Так, ну мы пошли убираться, сидеть хорошо с ними, обниматься. Еще лучше. Но надо делать дела. Уже просто сил, мне хочется плакать. Я вот зашла, потому что калитка не открывалась. Оно не долбится. Оно все мерзло. Оно просто лед. Потому что вот эта погода еще, то снег был, потом прошел дождь. И это вообще просто ледяной этот панцирь, который не долбится. Это вот ждать еще недельку-другую, чтобы по возможности как можем долбим. Но это... Кобздец, конечно. И надо убирать какашки. Скакают они каждая по разу, а то и не по разу в день. Да, девки? Тоша, как ты улыбаешься. Все уби. Ой, только вам хорошо. Сытые носитесь. Это очень тяжело. Просто уже сил вообще нет. Ни у меня, ни у Ани. Еще проболели столько дней. А не хочешь, не хочешь, все равно хотя бы накормить потихоньку. Да, зайцы вы мои. Мы убираемся. Обычно ролики про привит ребят никто не смотрит. Поэтому... Помощи... Минимально смотрят одни и те же люди и поддерживают, как правило, тоже одни и те же. Поэтому я вас прошу, при просмотре роликов пишите как можно больше комментариев. Ставьте лайки, подписывайтесь. Для вас-то не сложно, а для нас жизненно важно. Вот. Сейчас оставлю включенной камерой для того, чтобы вы понимали, что это не просто приехал, показал собачку, подержал в руке камеру и на этом все. На самом деле это тяжелый труд, который лежит полностью на Ане, на мне. И все это существует только благодаря вашей помощи. Так, нельзя. Фу. Да что ж такое? Оставляй камеру, а мы, говорит, здесь танцуем, да? Потягушечки. Потягушечки. Поро-хchinечки. Чего хозяевки? Да, сратушки. Да? Да, да, да. Да, да, да. Да. То есть вот, вот это все, просто надо грызать. так ну вот прошло где-то 40 минут неравного боя и все чисто ты мне пришла говорить спасибо жулька моя да все да у вас чисто как надолго ли скажи завтра приедешь а мы еще постараемся ты греешься на солнце ты греешься на славу гром у нас пацан от живодера такой пацан хороший красивый скажи они как не берет меня никто да а жулька у нас от хозяев которые оставили ее на трассе при переезде сотрудники полиции нам сообщили мы ее забрали на жуля ты моя девочка 1 краш и другого прям не могу всех бы себе оставила но я не жадно поэтому ребят предлагаю разбирайте счастье в дом отправим другие города в другие страны лишь бы они были счастливы им хватало внимания да дети какие дети ой 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 так но я убрала помимо того что в вольере убрала вот этот вот снег потому что гром у нас здесь поднимает лапу через сетку и вот вот этот желтый снег весь убрала вот это вот слой причем мы эти вольеры чистили несколько раз за зиму полностью до основания вот такой вот слой я не представляю если не чистить вольеры вообще то сколько бы было за зиму так очень большая гора у нас сейчас покажу мусора и вот этого всего что мы убирали с вольеров мы заказали трактор пока договорились долг думаю что сумма здесь районе 10 тысяч не меньше вот это вот все нужно вывезти еще объясняю почему потому что у нас в приюте интерит и все вольеры мы вычищали практически до талого и до земли и чтобы от всего этого избавиться тем более это после вируса еще нужно это все вывести пока не пришла весна это все не растаяло и не ушло в землю поэтому ребят еще просьба будет оплатить трактор и напоминаю еще раз если вы не можете помочь финансово пожалуйста пишите комментарии подписывайтесь на нас социальные сети телеграм контакт дзен youtube пишите комментарии ставьте лайки по возможности делитесь потому что на нашем попечении порядка 200 животных и нас всего двое и все это очень тяжело ваш репост ваши ваша активность на каналах это будет означать то что во первых больше шансов у животных найти добрые ручки а во вторых то есть это помощь помощь бывает не только финансовая материальная то есть помощь можно также оказать какой-то ветошью тазами если вы с оренбурга с нашего города кормами медикаментами но также если хотите можете оказать помощь руками опять же если вы имеете такую возможность и находитесь в одном с нами городе и еще раз повторюсь пожалуйста распространяйте потому что очень хочется найти дом хотя бы по максимуму есть собаки конечно которых очень тяжело пристроить которые со сломанной психикой которые недоверчивы но очень много добрых контактных собак которым требуется внимание требуется человек рядом так но мы продолжаем уборку неравный бой со снегом и льдом сами видели насколько это все тяжело убираться поэтому наверное этот ролик я закончу хочу сказать еще раз спасибо вам что вы с нами еще раз не забывайте подписываться и создавать активность это шанс для нас чтобы о нас как можно больше людей узнали ну и всем добра так ну вот уже и время вечер такое по скриптам что я смогла сделать я убрала проход я убрала вот этот вольер до жуля крада я тоже надо я убрала вот этот вольер я убрала вот этот третий вольер вот вот этот крытый где наши попрыгушники здесь такая камера вольер для тех кто прыгает через заборы у нас конечно есть и другие которые научились но крытый вольер у нас один